Иногда я горько шучу, Казахстан по-настоящему свободная страна. Че хочу, то и делаю. Хочу на ядерный полигон поеду, хочу на ракетный полигон поеду. На границе с полигоном живут Десятки тысяч, если посмотреть на карту, вот тут село, идет граница полигона, потом она делает вот так вот, объезжает это село, то село не на полигоне. Но если вы из рогатки стрельнете в любую сторону, то там полигон. То-со-со-со-со-со-со-со-со-со-со-со. Оказано, біз-ди біре-вел-р-у-л-тыр-бірат. Білмейм мис кім екен біра. Ол радиация мі? Ол саясат да? Ол басқа бінас еми? Из-за того, мы вам беремен баллар вақвару жатты. Полигон деген чайгано нарсиміс. На Казан жанн жатса, сол нын жанн да біз золт нын жанн да жүрген адамдармыс шалынлар сияқты. Безда адам басқадындар мүмкін, Илкона саясияткерлер шығын сияқты орыл. Біз адамызғой бірақ, солар сияқты. Тәж, солар сияқты орыл. Первые впечатления, которые я получил от полигона, это когда я увидел огромное количество детей с патологиями. Нужно будет признать, что военный полигон, который арендует Россия здесь, в Казахстане, он оказывает такое негативное воздействие. Это политическое такое решение. И местные власть, естественно, не могут себе позволить такую политическую самостоятельность в этом плане только лишь для того чтобы какой-то стране нужно придумать что-то новое чтобы убить им как можно больше людей и для этого нужен полигон в российские военные не подтверждают никогда что это военные и казахстанские власти на счет принципе ничего не комментируют они просто говорят вот есть российская сторона вот пусть она и комментирует мы были колонии и до сих пор остаемся колонии люди привыкли так жить ведь 70 лет прошло потом мало ведь кто им объясняет что за ракеты там испытываются на каком топливе что это гептил я обращаюсь не только к нашим властям но и к российским властям если вы дружественная страна ну пора закрыть уже эти полигоны после это убивает нас вот мы независимы уже сколько лет а мы что делаем для народа люди до сих пор там же живут как же таки же как это можно терпеть все мы находили самые опасные радионуклеиды в биопробах в крови находили радиоактивные трети то есть тяжелый водород с каждым годом хуже показатели у детей намного было хуже показатели чем у прадедушки пенсиаса апстер тумбе он поливона за отверт на северс им платят копейки продолжают платить и что это значит они что живут в грязном месте за что им платят если это место грязно их надо тут же отселить и а а и и Продолжение следует...